Здравствуйте, меня зовут Григорий Потемкин. Я автор и руководитель проекта realchainati.ru В рамках канала Физкульт я рассказываю вам о китайском чае. Но прежде чем начать рассказывать вам о китайском чае, я должен объяснить, почему это делаю именно я, а не кто-то другой. Последние 10 лет я живу в Китае, на юго-востоке этой прекрасной страны. И последние 10 лет я профессионально занимаюсь поставками китайского чая. У меня компания, и мы делаем это сейчас практически по всему миру уже глобально. Значительную часть своего рабочего времени я провожу в полях. В горах, на мануфактурах, на плантациях. И я вижу эту тему, эту индустрию изнутри. Я понимаю ее вот оттуда. Мне всегда очень интересно ей делиться, мне всегда очень интересно вовлекать новых людей в эту тему, и я делаю это с удовольствием. Я от этого кайфую. Вся эта чайная история, которую мы имеем сегодня, она началась на планете Земля около 2,5 тысяч лет назад. И там, где сегодня находится провинция Юнань, человеку впервые пришло в голову заварить чайный лист. Я трезво понимаю, что не все из вас представляют, где находится провинция Юнань, но если вы хотя бы схематично представляете географию Китая, то Юнань находится вот здесь, внизу и слева. Это получается юго-запад. Это потрясающая по своей красоте провинция. Она очень разная по высоте. Там есть и джунгли, потому что это тропики. И там есть еще высокие горы, 5,5 тысяч, а это уже выше точки кислородного голодания, и это вечная мерзлота. Там очень много национальных меньшинств. Там, как это называется, блатмикс. Она граничит с несколькими соседними странами, с Камбоджей, с Лаосом, с Бирмой. И вся чайная культура, вся чайная промышленность и вся чайная история пошла оттуда. Сегодня у нас на планете два супернапитка. Это чай и кофе. И немыслимое количество миллионов чашек чая и чашек кофе выпиваются на планете ежедневно. Своей популярностью эти два супернапитка обязаны не вкусом и не ароматом. Они такие популярные, потому что это алкалоиды, содержащие напитки. Алкалоиды – это те химические вещества, которые, попадая в нам, в организм, делают нашу жизнь прекрасной. Они нас тонизируют, они нас улыбают, они повышают наше настроение, они расправляют крылья и так далее. Это есть и в чае, и в кофе. Кофейный алкалоид называется кофеин. Чайный алкалоид называется теин. И мы хорошо знаем их свойства. Если вы выпиваете двойной эспрессо в Старбаксе, вы знаете это ощущение, когда вас достаточно резко поднимает, минут за пять, потом минут сорок или час держит, и потом также достаточно директивно опускает вниз. Так действует кофеин. Чайный алкалоид теин действует несколько иначе. Как я это люблю называть, намного терапевтичнее. Он мягче вас поднимает практически незаметно. И это происходит в течение минут сорока. Потом на расстоянии трех-четырех часов держит, и потом очень плавно опускает вниз. Чайная культура и чайная промышленность на нашей планете, она пошла из Юнания. И этот процесс, который раскручивался очень постепенно и очень медленно, который продолжался столетиями и столетиями. Но постепенно вот запускался, набирал оборот этот маховик. И так со временем чай из Юнания перешел в соседние провинции. Он поднялся выше в Сычуань. Из Сычуаня перешел в провинцию Фудзянь. Из Фудзянь отпустился вниз в провинцию Гуандун. И одновременно с этим поднялся наверх в северные провинции Китая, где сегодня производят огромное количество зеленых сортов. И сегодня вот этот чайный поезд китайский, он довольно широкий. И с своей верхней точки до своей нижней точки это больше, чем тысячи километров. Потом через женовая история чай попадает в Индию, из Индии в Африку. И потом рассеивается по огромному количеству стран, где подходящий климат для того, чтобы выращивать камелию. Давайте будем очень четко понимать, что сегодня китайская чайная промышленность и индийская чайная промышленность. Ну то есть под индийской я подразумеваю Индию, Африку и огромное количество других чаепроизводящих стран. Так вот китайская и индийская это словно две разные плоскости. Они параллельны и они никогда не пересекаются. У них у каждой свой ценник, свой портрет покупателя и своя философия. В чем разница? Я объясню. Дело в том, что индийские чаи это чаи с низкой себестоимостью. Они производятся машинным способом, обрабатываются машинным способом, они купажируются, они скупаются крупными чайными корпорациями, которые добавляют в них великолепный маркетинг, пакетируют и потом борются за лучшие места на полках в супермаркетах. Это чаи, которыми поят население. Это не хорошо, не плохо. Это некий запрос рынка, который бизнес удовлетворяет. Китайские чаи это совершенно другая история. Это всегда ручной сбор, это всегда большая высота, это всегда ручная обработка, это всегда высокая стоимость. С китайскими чьями эстетствуют, с ними гурманствуют, с ними сиборидствуют, если хотите. Это что-то такое, что совершенно по-другому вибрирует. И те люди, которые глубоко в китайских чаях, они практически никогда не пересекаются с чаями индийскими. Китайские чаи это целый мир. Это мир ощущений, это мир ароматов, это мир вкусовых переживаний. Это мир эстетики, это что-то медитативное, это что-то очень-очень тонкое. И существует большой процент людей, для которых эти термины очень понятны, которые любят эти состояния, которые наслаждаются этими ощущениями. И я в своих видеороликах буду рассказывать вам про эти истории.